МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальные предприятия, управления округов и пригородов столицы были переведены на круглосуточный режим работы. В ночное время бригадами МУП «Горсвет» восстановлено 16 наружных светильников на участках 14 улиц. Специализированная техника МУП «Жилкомсервис» произвела откачку воды на центральных улицах города. Более 130 кубов ливневых вод. Силами МКУ Службы эксплуатации городского хозяйства и ОАО «Якутдорстрой» восстановлены 40 дорожных знаков и 8 светофорных объектов. Сотрудники ГИБДД вели ручное регулирование дорожного движения. Персонал центральных электрических сетей «Якутско-энерго» продолжает работу по устранению технологических нарушений и их последствий, возникших в результате порывов ураганного ветра. На местах в круглосуточном режиме работает 64 бригады энергетиков. Привлечено 74 единицы специализированной техники. «Четыре бригады работают, четыре единицы техники. Основной ущерб, который был нанесен, это вчера еще восстановили. В течение ночи работали. Конечно, основной ущерб это по светофорам был. В районе Полермонтово очень много строек идет, срывали заборы, и они падали на светофоры. Ну вот один объект у нас получился на Рожнякидзе Курашова, который там ситуация с травмой была. Но там ситуация, опять же, ну форс-мажорная. Получилось так, что в результате ДТП был поврежден светофор, у нас опору сбили пьяный водитель там. И получилось, что по временной схеме, там у нас трое суток восстановления для проведения сопротивления всех земляных работ нам потребовалось время. И был установлен объект на временной опоре. Я думаю, что таких больших последствий нет. Ну да, по отключениям электроэнергии очень много. У нас сейчас 8 объектов, которые еще не подали электроэнергию, на них находятся на контроле. Мы их мониторим постоянно. В случае перехлеста линии электропередач происходит перефазировка напряжения. Бывает, что и светофор, и контроллер, оборудование летит. Приходится это восстанавливать. Чтобы это было оперативно, мы для этого мониторим постоянно. Ежечасно уезжаем на эти объекты. Перед руководителями управления округов и пригородов поставлена задача взять под личный контроль устранение повреждений кровель и крыш социальных объектов. Там, где это необходимо, привлечь средства из резервного фонда. Обязать управляющей компании устранить повреждения кровель многоквартирных жилых домов и ограждений до 1 июня. Всем округам и пригородам поручено в ближайшие сутки организовать санитарную очистку территории от строительного мусора и поваленных деревьев. ПАУ «Ростелеком» поручено очистить проезжие пути и дороги от поваленных столбов линий связи. А департаменту экономики поручено ускорить работу по подсчету нанесенного ущерба. Основные проблемы все исчерпаны, в том числе и с электроэнергией. Значит, электроэнергия и Кутенерго дают подключение порядка 95% от общей массы, от общего объема. Значит, тем не менее, некоторые локальные участки еще у нас остаются. Есть серьезные проблемы, связанные, значит, со сносом кровли. Здесь тоже, наверное, принимаются меры, значит, выделяется финансирование. В ближайшее время все работы будут выполнены. 100% еще не восстановлено, но и Кутенерго занимается в ближайшее время. У них осталось еще, вот они только что доложили, 6 линий из 26. То есть меры приняты, есть достаточно серьезные повреждения. Установить точный срок сложно, потому что объемы работы, сложности их выполнения, она разная. Но, тем не менее, еще раз констатирую, что все основные работы, связанные с безопасностью населения, они уже проведены. Это и с рекламными конструкциями связано, это и с ограждениями строительных площадок, это и со знаками, и со светофорами. Эти все работы практически завершены. В ближайшие дни ветреная погода сохранится. Жителям Якутска рекомендовано соблюдать меры безопасности и осторожно передвигаться по улицам города. Автомобилистам с пониманием отнестись к работе дорожников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова